Вот отчетливо видно следы залития на потолке, вот три пятна. То есть вот отошли обои все, да, то есть вот их видно, и вот, и вот, получается. Сдулась вот мебель, то есть вот здесь сбоку вот шкаф видно, и здесь вот тоже. То есть всю розетку залило, да, то есть вот она у нас розетка, вот видите, следы подтеки, да, то есть оттуда вот прям текла вода, вот все это вот. И здесь вот он полаз, как бы он весь мокрый, вот видите, то есть видно, да, вот влагу. Квартиру Елены затопило 3 февраля. Вода бежала по обоям, мебель, а ковер впитывал всю влагу. Пострадала также обувь и одежда. С 4 числа утром я отнесла заявление в управляющую компанию, все как положено, сходящим номером. Мне приняли его. То есть я стала ожидать комиссию, которая придется оставить такт протечки. Явились они только вчера. Опять же, не просто так, а потому что мы их уже там шевелили и трясли очень сильно. То есть в том числе утром вчера ездили в управление энергетики и ЖКХ, то есть в том числе по этому вопросу. О комиссии из управляющей компании Елена отзывается негативно. О запахе, который появился в комнате из-за застоявшейся воды. Эксперт сказал, что он принадлежит домашним животным. А залитий выразился простым. Два маленьких пятна. Пострадавшую мебель обувь попросил в акт не включать. Говорит, не возместят за это убытки. Сам акт мужчина составлять не стал и просто удалился. Елена решила пойти другим путем. Я собираюсь сейчас вызывать независимого эксперта, чтобы оценить, потому что убытки достаточно большие. Плюс еще то, что осложняется все тем, что это жилая квартира, естественно, невозможно просто взять и частично побелить или кусочек вырезать на полу и заменить. То есть это будет большая масштабная работа. Путь этот правильный, уверяют юристы. Акт – это первый шаг к возмещению ущерба. Необходимо составить акт о залитии помещения. Акт о залитии помещения составляет управляющая компания. Если же ваша управляющая компания увиливает и отказывается составлять данный акт, в данном случае необходимо привлечь другую управляющую компанию либо ДСЖ. В данном акте необходимо указать причину залития, а также причиненный вред указать, если какая-то мебель пострадала, а также площадь залитого помещения. Если причина залития неизвестна, то следует произвести экспертизу. После – оценка причиненного вреда и стоимости возмещения устранения недостатков. Необходимо написать претензию на управляющую компанию или иного виновника. Если они отказываются, то тогда следует обратиться в суд. Спор идет как защита прав потребителей. Госпошлина не оплачивается, а расходы ложатся на плечи виновника. Юристы также призывают обратиться в жилищную инспекцию с жалобой на управляющую компанию. Проблема залития, к сожалению, сейчас актуальна как никогда. Из-за оттепели весь растаявший снег попадает в квартиры верхних этажей. Причина почти одна и та же – недобросовестный ремонт крыши. Поэтому не стоит сидеть сложа руки.